Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Новое оборудование никогда не делали, не видели. Интересно. Смотрим, учимся, тренируемся. Пристрой ХАЯТ. Подготовка к получению лицензии Ростехнадзора. В первую очередь быть спасателем в нашем предприятии, я считаю, это большая гордость и честь. Аттестация нештатной спасательной группы Смоленск АЭС. В техническом задании мы прописывали, и ровно так проектировщики нам и реализуют эту работу с организацией реверсивного движения по этому мостовому переходу. Капитальный ремонт моста. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность 21006 мегаватт, что составляет 102,1% от задания ФАС. Концерн вышел из этой недовыработки, и сейчас работы идут в плановом порядке. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе суммарная нагрузка 2123 мегаватт, существенных замечаний по рабочему оборудованию нет. Первый блок находится в капитальном ремонте, все работы в графике. Выработка электроэнергии за два дня апреля составила 102 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 6 миллионов. С начала года выработано более 5,8 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 396 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 23 марта на пристрой ХАЯД завершена разделка 72 отработавших тепловыделяющих сборок. Началась подготовка к получению в Ростехнадзоре лицензии на ввод пристрой ХАЯД в опытно-промышленную эксплуатацию. По плану это должно произойти в конце апреля. Начало промышленной эксплуатации стратегически важного объекта намечено на декабрь 2018 года. Напомним, что первая отработавшая тепловыделяющая сборка была разрезана на пристрой ХАЯД в конце ноября прошлого года. С этого ключевого события стартовала масштабная, утвержденная на уровне государства, программа по переводу отработавшего ядерного топлива Смоленск АЭС с мокрого на более безопасное и надежное сухое хранение. Персонал справился со своими задачами. Мы не допустили никаких нарушений, сбоев. Все было сделано в соответствии с регламентом соблюдения всех мер безопасности. В рамках подготовки к получению лицензии Ростехнадзора составлен и подписан ряд отчетных документов, в которых отражена вся процедура выполнения наладочных работ на пусковом объекте. Отделом лицензирования формируется в определенный пакет и отвозится в Ростехнадзор, где и будет этот документ рассмотрен. В случае одобрения внесено изменение в условии действия лицензии Смоленск АЭС и затем мы получим разрешение на дальнейшую эксплуатацию объекта. Надеемся, что это будет в конце апреля месяца. После этого мы приступим к подготовке перехода в опытную промышленную эксплуатацию и к концу лета мы должны достичь производительности 40% от номинальной и готовиться к выводу объектов в промышленную эксплуатацию. Высокий уровень безопасности обеспечен как проектом, так и квалификацией персонала, эксплуатирующего высокотехнологичное оборудование. Все операторы прошли теоретическое и практическое обучение, стажировались на аналогичном объекте на Курск АЭС, дублировались на рабочих местах. Ездили на Курскую станцию, смотрели, учились, тренировались. Новое оборудование никогда не делали, не видели, интересно, смотрим, учимся, тренируемся. Пока получается все хорошо. На пристрое ХАЯТ ядерная безопасность полностью обеспечена. Здесь постоянно находится персонал отдела ядерной безопасности. Ведется непрерывный учет и контроль за ядерным топливом, за обеспечением ядерной безопасности. Все под контролем. Участники нештатной спасательной группы Смоленск АЭС успешно прошли периодическую аттестацию. Проверку теоретических знаний спасателей-добровольцев, которая проводится раз в три года, 30 марта провела экспертная комиссия, утвержденная приказом директора Смоленск АЭС. Она подтвердила готовность личного состава нештатной спасательной группы к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. Как подчеркнул заместитель директора Смоленск АЭС по противоаварийной готовности Владимир Минин, все спасатели нештатно-спасательной группы прошли строгий конкурсный отбор по медицинским и психофизиологическим показателям, выполнению норм физической подготовки. Мы участвовали и в собственных тренировках, и на других станциях уже один раз были. Наша спасательная группа показывает довольно серьезные результаты, и вот судя даже по аттестации, по тем вопросам, которые мы задаем, мы получаем достойные ответы. Поэтому я считаю, что уровень подготовки наших спасателей очень серьезный. У нас 80 учебных часов в год, мы проходим различные виды подготовки, медицинская, физическая, поисково-спасательные работы. Ну и, разумеется, теоретическая подготовка, в которой участвуют представители УТП, представители медсанчасти. Для отработки команды нештатных спасателей навыков ведения поисково-спасательных работ на Смоленск АЭС имеется весь необходимый арсенал – инструменты, техника, тренажеры. В этом году мы закончили полное оснащение нештатно-спасательной группы, закупили аварийно-спасательный автомобиль с полным комплектом инструмента аварийно-спасательного, закупили лабиринт для проведения поисково-спасательных работ. Здесь именно практические навыки спасатель развивает. И здесь мы проверяем его не только физическую подготовку, но и психологическую подготовку, потому что это очень важно для спасателя. Быть спасателем на нашем предприятии, я считаю, это большая гордость и честь, так как мы участвуем непосредственно в мероприятиях по повышению безопасности нашего предприятия. Мы готовы на 100% 24 часа в сутки. У нас в рабочее время сбор в течение часа должен произойти, в нерабочее время в течение двух часов мы должны собраться и уже выдвинуться на локализацию того или иного аварий на предприятии, либо в зоне контрольного доступа территории нашей. В 2019 году нештатную спасательную группу «Смоленская С» ждет очередная тестация перед комиссией концерна «Росэнергоатом». Нашим спасателям предстоит подтвердить лицензию на право проведения поисково-спасательных работ. Концерн «Росэнергоатом» профинансирует ремонт моста, важного для Смоленской АЭС и Десногорска. На сегодняшний день в завершающей стадии находится разработка проектной документации. Как в прошлом году я говорил, до 30 апреля она будет уже выдана на руки Смоленской атомной станции. И дальше все по процедуре. Дальше мы объявляем конкурс на строительно-монтажные работы. И, как и говорилось в прошлом же году, в 2019 году мы приступим к ремонтным работам. Сразу хочу успокоить всех волнующихся по поводу перекрытия движения по мосту. В техническом задании мы прописывали, и ровно так проектировщики нам и реализуют эту работу. С организацией реверсивного движения по этому мостовому переходу. Половина моста будет ремонтироваться. По другой половине с устройством светофоров будут двигаться машины, автобусы и любые другие транспортные средства, которые едут в сторону Кукуевки, Савеева и прочих деревень, которые находятся по ту сторону водохранилища. В проектной документации уже сразу прописан ориентировочный срок ремонта этого мостового перехода. И определен он в размере 4,5-5 месяцев. То есть ровно летний период. За один летний сезон мы этот мостовой переход отремонтируем. Будем ездить по обновленному мосту и обновленной дороге. 4 апреля с 12.00 до 16.00 внедренно состоится очный отбор международного творческого проекта «Нуклея Китс». Требования к кандидатам. Возраст от 11 до 16 лет. Что нужно показать? Вокал, хореографию, актерское мастерство. Дополнительные навыки. Игра на музыкальных инструментах, знания иностранных языков и другие приветствуются. Все желающие могут прийти непосредственно 4 апреля в зрительный зал «Нитрино». Предварительной записи не требуется. Приглашаем вас попробовать свои силы. Возможно, именно вы станете новой звездой мюзикла этого года. Внимание! В рамках проекта «Бережливая поликлиника» в регистратуре МСЧ-135 города Десногорска работает многоканальный телефон 8-964-619-96-88. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok